Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Христос воскресе! Завтра еще одно особенное богослужение в контексте постпасхальных дней возвращается в нашу богослужебную традицию, богослужение в наше заупокойные службы, особые заупокойные службы, когда мы молимся об усопших наших родных и близких. Завтрашний день именуется Радоницей, ну или Радощами, когда после Светлой Седмицы мы в том числе имеем возможность прийти на кладбище, если есть к тому потребность, и поделиться радостью пасхальной с нашими усопшими, пропеть для них, что смертью смерть Христос попрал. Из завтрашнего дня просто возобновляются особые заупокойные богослужения, панихиды и литии. Многие, может быть, из вас про эти службы слышали, названия, может быть, знакомые, но редко кто понимает, может быть, их содержание. Поэтому вновь с нашим дорогим гостем, с церковным историком, с литургистом, с ректором Самарской духовной семинарии, отцом Максимом Кокаревым, мы встретились здесь. Здравствуйте, отец Максим. Христос воскресе. Воистину воскресе. Чтобы поговорить про панихиду. Панихиду из-за упокойной богослужения. В данном случае мне кажется важным прояснить две вещи. Во-первых, что через панихиду мы можем понять о вообще христианском смертовосприятии. То есть, чем, скажем, наше отношение к смерти или наше восприятие смерти отличается от нерелигиозного, атеистического или ино-религиозного, иноверного и так далее. А во-вторых, конечно, так как вы сталкер, проводник в мир литургики, хотелось бы пройти какой-то путь определенный, становление заупокойного служения. То есть, как это вообще формируется, как возникает потребность вдруг начать каким-то образом регламентировать свою молитву за упокой, ну и так далее. Начнем, наверное, с главного. Что панихида, каждый раз, когда люди приходят на нее, в родительские ли субботы, на Радоницу ли, сообщает нам о отношении к смерти, христианском отношении к смерти. Оно какое? Ну, вот здесь как раз я бы сказал, что любое заупокойное богослужение нам многое говорит. Но, кстати, Радоница – это очень интересный пример сам по себе. Потому что здесь название сразу говорящее. Кстати, есть разные этимологии, достаточно открытые этимологические слова Альфасмера, чтобы посмотреть, что там не одна. Но все равно магистральность считается очень простая, и здесь не надо тоже изобретать велосипедов, потому что во всех славянских странах, и восточных славян, и даже у некоторых западных славян, это вот радощи. Радощи, да, или как-то связанное с радостью усопших. Мне нравится эта полезская. Дзяды радостные. Ну, то есть, дзяды – это предки. Дзяды радостные праздник называется. То есть, радуются, когда усопшие. Или бабки радостные, то есть, где-то в Украине. Да, то есть, интересные разные названия. То есть, они все, как бы, так или иначе с радощами, с радостями. И действительно, это такое, то, что призывает нас, нашу радость, о которой мы очень много говорили в прошлый раз, радость пасхальную, разделить не только. Вот мы закончили в прошлый раз на том, что мы, пасхальная радость нас еще и, ну, призывает к какому-то новому ощущению себя в церкви, да, то есть, к неунылому, а к радостному. И не только в нашем предстоянии личностным пред Богом, а вот, как бы, да, мы действительно и там с новокрещенными, если они есть, да и просто сами, как бы, заново, каждый год переживая свое неофитство, да, если хотите. Свою какую-то эту чистоту и беспримесную радость, свой фавор. Так это наше воединение касается не только с живыми, выясняется, через неделю, но и с усопшими. Потому что, потому что выясняется, что разница между живыми и усопшими не такая радикальная, не такая, там, суша стена между нашими мирами, как она может показаться. И эта радость, она для них не менее важна, чем для нас. И, действительно, при том, что мы потом, может быть, вернемся, при том, что само богослужение радуется, как туда вплетается зубокойные вещи, это немножко отдельная история, поскольку все-таки идет праздник. И здесь надо понять, что, по сути, то, что мы делаем сегодня, вечером наше богослужение, завтра утром, это такое, как вы сказали, восстановление. У нас за упокойных особых народчатых поминовений не было, начиная, что страстное еще. Страстное, светлое, и мы тоже понимаем, почему. Ровно потому же, почему мы говорили в прошлый раз, просто, ну, какие-то свои вещи, память своих даже усопших, мы немножко отодвигаем. Уже происходит то, что гораздо важнее, то, что вот в эти дни, ну, должно стоять в центре. Вот это страдание, потом воскресенье, это радость. Вот. Но наступает время, да, то есть проходит вот это. И помимо того, что мы возвращаемся к бытовым каким-то, да, менее, может быть, торжественным моментам в своей жизни, но мы возвращаемся, в том числе, и спешим, как только почти кончилось светлое, сразу спешим разделить эту радость с нашими усопшими. Кстати, в некоторых регионах, в белорусских, украинских, не в церковном календаре, там все-таки такой же календарь, а вот в народном ощущении, даже понедельник, может быть, после Фоминой. А где-то даже на Фомину, ну, как бы вот, неделя прошла. То есть, я тут плюс меня, от Фомина неделя, понедельник, или как у нас вот в церковном календаре, собственно, вторник, это такое именно восстановление, когда мы, с одной стороны, видим, что заканчивается светлое седмице, и то, что было не совсем уместно, наверное, да, по крайней мере в общественном литургическом пространстве все эти панихиды, там, значит, и прочее, единственное, что может совершаться на светлой неделе, то есть человек умер, вот тут ничего не поделаешь, человек не будет ждать погребения в неделю, у нас есть чин отпевания светлое седмице. И он особый. И он абсолютно особый. И каждый раз, когда ты, ну, понятно, что это всегда с ним, все равно всегда для близких, всегда расставание человек уходит, но когда это происходит, именно на светлое седмице, совершенно особенная ситуация такая, там вместо обычного канона погребального поется, значит, пасхальный канон, и там из всех, что интересно, кстати, мне кажется, литургически это тоже очень важно, я, на самом деле, только сейчас это понял. Ну, я, собственно, и сидел, у меня произошел некий, значит, да, открылся какой-то канал, вот видите. То есть, на самом деле, из классического чина отпевания, вообще классических всех заупокойных песнопений, в пасхальном отпевании, на пасхальной неделе, что случается, с человеком хороним, по большому счету, абсолютно... Не остается ничего. И вот тот текст, который там остается, он очень интересен. Да, то есть, мы все-таки, помимо, так сказать, пасхального кандака, там все-таки используются с святыми упокой, вот. Вот этот очень интересный кандак... Первый закон литургики? Да. Потому что это очень большой кандак, вообще-то. То есть, вот такой кандак, как писал Роман Сладкопевец, то, о чем мы говорили, да, еще про старственную седмицу, кроме, есть кроме кандака на Иуду предателя, да, есть еще кандак заупокойный, и в нем 24 икоса. Только когда отпевают мирянина, остается кандак и один икос. А когда священника отпевают, это сильно реже случается, в порядке, нежели отпевание мирянина, там он весь. Но нам интересен как раз вот тот первый икос, который остался даже в отпевании мирян. Он заканчивается словами «надгробную песнь, творящая Аллилуйя». То есть, у некоторых есть ощущение, что это некая такая фраза, которая говорит, что у нас Аллилуйя – это такая специальная заупокойная молитва, что само пение Аллилуйя – это и есть надгробная песня. А на самом деле перевод со славянского на русский, не всегда мы оттенки различаем, говорит о том, что мы призваны стоя вот надгробом, претворить свою надгробную песню в Аллилуйя. Аллилуйя – это не надгробная песня. Аллилуйя – хвалите Господа. Это радостное восклицание, которого не коснулась рука переводчика, которая так осталась на еврейском. Халялуя, да, то есть, значит, хвалим Господа. И вот это удивительно, я обычно, когда отпеваю, стараюсь, как раз, если есть, вот две минуты что-то сказать людям, сказать именно об этом, что этот текст нам говорит не о боли расставания, которое тоже есть. И, кстати, если мы начнем другие тексты анализировать, вы говорите, что нам говорит церковь через чинопоследование панихиды или отпевания, да, боли расставания там есть. Там есть прям, это совершенно нормально, когда одно из песнопений начинается и, значит, тоже из того же чина отпевания. Вот из одного чина мы берем текст, который говорит, что мы должны вместо надгробной песни творить Аллилуйя и переделать свою надгробную песню к хвалу Богу. А другой текст начинается словами «плачу и рыдаю, когда помышляю смерть». Ну, то есть, да, не хуже меня, тексты все эти наизусть уже помнятся, что постоянно отпеваем, «плачу и рыдаю». И в этом тоже нет ничего абсолютно, мне кажется, что то, что хочет сказать церковь через это чинопоследование, если бы там были только такие песнопения, это была бы одна история. Это некое выражение, если хотите, баланса, чтобы мы, плача и рыдая, что тоже абсолютно законно и закономерно, поскольку вообще сам Христос плакал, когда у него друг умер. Это вообще история, мы про Иуду тут говорили две передачи назад, что он делает что-то, зная точно, что... А тут он плачет, зная точно, что через несколько часов он его воскресит. Но, видимо, более расставание – это такая штука, которая, ты можешь знать что угодно, но ты все равно плачешь. То есть, поэтому песнопение наше заупокойное, там много этих вещей, много... Вот одна из стихий начинается прямо словами «плачу и рыдаю, когда помышляю смерть» и вижу лежащую во гробе, да, нашу красоту. Созданную по образу Божию нашу красоту. На красоту, конечно, но вот она уже увядающая. То есть, она вообще Богом созданная, она красота, но вот сейчас она... Но она беславна и безобразна. Потому что, вообще-то, ну, мы поэтому, наверное, хороним, чтобы если мы оставим, будем смотреть, как оно будет медленно разлагаться. Это печальное зрелище, увядание и разложение этой красоты. Хорошо, мы этого, так сказать, не видим. Ну, вот, замечательная традиция многих восточных монастырей, там, захоронить, когда все эти процессы пройдут, кости достать. Кости уже выглядят так... Костя мы даже спокойнее относимся, извините, чем к процессу распада. В некоторых западных традициях вообще существует поражающее нас явление. Ну, как, типа, в Праге храм Косница, когда все там из костей, и люстры из костей. А, ну, это, да, это... Это, конечно, специфическое отношение. Нет, я просто имел в виду, да, скорее, православную монашескую традицию, где их достают достаточно благоговейно, хотя они тоже лежат просто, да, иногда это местные монахи, иногда это даже святые, иногда это фактически мощи, потому что там в одном из монастырей Палестинок... А что это вот за черепа? А это монахи, которые здесь перстом убили. Ну, вот, в общем-то, это мощь, это можно, наверное, прикладывать. Ну, что это просто местные насильники недавние, это еще в 7 веке. Вот, так вот, нам, богослужение, хочется сказать, что вот эти естественные позывы оплакивать, они действительно абсолютно естественные, потому что просто больно. Они должны быть все-таки, мы должны какое-то усилие совершить и понять, что растворяться в этой боли, чтобы эти слезы просто стали для тебя там какой-то непрозрачной пеленой, заградившей что-то более важное, это опасно. И поэтому мы творящие песни Аллилуйя. Логичный вопрос напрашивается, он тоже у меня возник вот прямо здесь и сейчас, у меня тоже каналы открываются, вот определенные. Вопрос такой, а нелогичнее ли было для христианства, у которого ядром является Пасха и пасхальная радость, которая вообще существует, потому что есть Пасха, потому что Христос воскрес, то есть только в этом контексте наша вера не тщетна, и мы не лжецы, как говорит апостол Павел. Нелогичнее ли было бы панихиду служить всегда таким образом, как служится отпевание на светлый? Ну, зачем тогда, ну как тогда формируется, вот условно говоря, отделяется одно от другого, и мы начинаем потихонечку достигать вот этого баланса. То есть мы начинаем разбавлять пасхальную радость с ее восьмым прекрасным глазом, вот, вечным торжествующим, шестым глазом погребания. Ну, я боюсь, что у меня настолько подробных, ну, по векам там, да, когда это начинает, данных нет. Вот, понятно, что когда мы впервые встречаем в ранней еще саитоатрической литературе, в четвертом веке, упоминание о том, что какие-то, если даже не в третьем, какие-то вот, ну, назовем это погребальными, чинопоследовательными, да, встречаются. И, кстати, это вот Амбросий Медиаланский пишет как раз, то есть, это, конечно, еще не называется радость, это, конечно, еще не вот легло на нашу какую-то славянскую традицию, но Амбросий Медиаланский пишет, да, что после Пасхи мы идем в катакомбы, ну, то есть, в гробнице, и с нашими святыми, там же, то есть, Амбросий Медиаланский живет в то время, когда почти все, кто до недавнего времени умирали, это очень многие мученики, то есть, это то поколение, мы идем с ними разделять эту радость. А еще раньше, по-моему, даже Ориген еще в третьем веке пишет о так называемых поминальных агапах, когда трапезы собирались на гробах мучеников. И это, ну, совершенно необязательная традиция именно Евхаристии на гробах мучеников, это вообще отдельная тема, насколько это рано, это сейчас по новым исследованиям, может быть, не так рано, как нам казалось, но вот какие-то, оно называется, погребальные агапы, то есть, трапеза любви. То есть, это выход в том числе и на... Я вот сейчас хочу предостеречь, в том числе, наших зрителей, не имеет отношения к тому, чтобы, как сейчас, прийти и конфликт, так разложить по всем могилам. Или ставить стаканчик с водкой. Ни в коем случае, потому что это было не для них, то есть, христиане всегда четко понимали, что это просто наша трапеза, да, которая, вот, ну, локализацию такую имеет, то есть, она может совершаться, а вот что-то оставлять кому-то, это значит, оно там кому, да, то есть, физической пищи усопшим уже точно не нужно. И главное содержание этих агап была, все-таки, еда была на втором плане, а в первую очередь, все-таки молитва, да. И вот изначальный посыл, да, это разделение, все-таки, наверное, радость, поэтому вот радость, она как раз такая, она наиболее... Но в то же самое время, я думаю, что то, что в текстах появляется, ну, вот эта скорбная часть, и даже не только скорбность, мы внимательно посмотрим на мотивы, которые в нашей, ну, в нынешних погибальных, чем последних, там тоже очень много покаянина. Потому что, ну, действительно, ну, тоже мы понимаем, что все равно Христос победил смерть в объективном смысле, в глобальном, для всех. Но каждый из умирающих, да, ну, мягко говоря, не идеален. Понятно, что он, если он здесь хотел, он стремился к Богу, он шел, падал, вставал, ошибался, там, выправлялся и так далее. Мы имеем основания доверить, что Господь покроет все наши ошибки несовершенства своей любовью, но все-таки, да, какой-то трепет вот этой встречи при осознании величия того, с кем встречаешься, и того душка, который, скажем так, сам за собой порой оставляешь. Вот там появляются покаянные мотивы. Я думаю, что это в значительной степени тоже с появлением монашества и появлением монашеской. Потому что все наши, все наши, то есть то, что составляет центральный момент, если не брать пасхальный, вот обычного нашего, очень последнего погребения, там же есть свой важный, очень покаянный канон, который, на самом деле, чаще поются только Ермасы, а если еще внимательно там Трополисия почитать, то там главная тема – это все-таки покаяние. Покаяние трепет предстать и оказаться несовпадающим. Ну, просто Бог есть свет, и в нем нет места тьмы. Страх оказаться той самой тьмой, потому что ты сам о себе можешь думать все, что угодно, ты же все равно не можешь быть до конца уверен, совпадет, пазлы совпадут или нет. То есть ты-то о себе можешь думать, что ты там, да, значит, на правильном пути, но все равно остается какой-то вот этот элемент репета и покаянных мотивов, в том, чем последний, который в значительной степени, а оно у нас все, кроме пасхального, очень глубоко, кроме монашеского, да, то есть, а в пасхальном отпевании, как раз и канон-то пасхальный, который с пасхальной службы, да. Я просто уточню еще один, как бы, уточняющий вопрос. Тут больше, наверное, священники и те, кто непосредственно задействованы в богослужении, хор, чтецы, открывая указания, читают там прям нарочитое каждый год, из года в год это прям пишется отдельной строкой, что нарочитого совмещения панихиды такой и чего-то пасхального, пасхального чина, быть в корне не должно быть. То есть, должна служиться обычная вечерняя служба, и если есть желание у священника, он может после этой вечерней службы совершить панихиду, а если нет желания, то панихида сразу после литургии во вторник. Вот почему такое указание? Как мы вообще до такого дошли, что, ну, например, вот, или лучше так скажем, не дошли, а нет ли здесь какого-то страха Пасхи, что, вот, совместить, или это что, почему? Нет, наоборот, это не страх Пасхи, это, я не думаю, что страх Пасхи, скорее, наоборот, некое, ну, нежелание, ну, все-таки, еще раз повторюсь, смерть близких, да, и все погребальные молитвы, это как раз то, что можно считать нашим житейским попечением, ну, нашими какими-то вещами. И мне кажется, это просто... Это то же самое, почему на Светлой неделе, ну, чтобы было понятно, в том числе нашим зрителям, совершается благослужение целиком только пасхальное, мы, например, Минею не трогаем, мы даже святым не молимся рядовым в этот день. Ну, то есть, как бы, что страх святых, нет, это речь о том, что кроме Пасхи здесь вообще ничего неуместно. И, а поскольку идет потом, да, все-таки, еще 40 дней, это пасхальные службы, они как-то не очень, вот, там, и в тональности, и в тематике, они считаются, что, да, то есть, лучше отслужить отдельно. То есть, как бы, в церковном уставе есть такое мнение, что всему свое время. То есть, вот, некоторые вещи можно друг за другом даже служить, но лучше не смешивать в одно. Поэтому, когда... У нас же есть разные тоже. То есть, пасхальный чин отпевания, он практически целиком пасхальный. Там, а вот, когда у нас начинают на, значит, пасхальной неделе пытаться, вот против чего я, вот эти указания. Об этом хорошо пишетесь, кому интересно, священный исповедник Афанасий Сахаров. Вообще, это на нынешний день до сих пор, наверное, не утративший своей актуальности, главная книжка по всему поминальному богослужению православной церкви. Книга называется «Опоминовение усопших» после того православной церкви. Это классика жанра, написанный им в тяжелое время, в 20 веке еще, в гонениях, во всяких ссылках. Вот. И он пишет, что это как раз от нежелания, ну, вот просто все смешивать в какой-то винегрет. Вот. Никто не запрещает в этот день же молиться из-за усопших, но все-таки не интегривая, не делая... Тем более, почему в этот день это совершенно неуместно делать по подобию Великих Суббот, это понятно. Во-первых, это не суббота. То есть, когда из этого делают... То есть, когда у нас из Радоницы делают, ну, проста, совершают, читают 17-ю кофизму, мне очень тоже непонятно. Есть устав чтения кофизм, и 17-й – это принадлежность всегда субботы. Поэтому попытка сделать из вторника субботу, и вообще служить во вторник прямо по подобию... Мы все знаем, как это бывало, я тоже служил, я служил 8 лет в Петра и Павла, там любили всякие народные, нигде в уставе не значащиеся вещи, тогда, по крайней мере. И там служили что-то, я не мог понять, как это, ну, у меня было ощущение, что, ну, это субботняя служба. Чего она в понедельник вечером, под вторник, мне не было, не очень понятно. Но это же народ этого очень жаждал, и народ без парастаса, да, то есть парастаса – это как раз упокойный, этот стеночный... Как храм без иконостаса. Да, поэтому, поэтому, то есть, пожалуйста, мы панихиды служим и вечером, мы, как правило, панихиды служим и вечером после службы. Потому что народ приходит действительно молиться и поделиться этой радостью, и наутро тоже служим. Ну, просто вот, вот Афанасий Сахов я очень сильно возмущал, он такой действительно уставщик, причем в хорошем смысле, вот, знающий, при этом без каких-то... Причем у него же есть очень личная история такая, когда ему кто-то бросал укор, а вот вы говорите, что в большие праздники, типа, ну, служба должна быть более праздничная, надо немножко забывать о таких вещах, как свои усопшие, там, да, и как-то потом вот в какие-то эти вещи. Вот, ну, например, там, на Пасху, да, да, а усопших мы идем, Христос вовсе чуть позже, все-таки не в сам день Пасхи. И когда мы говорили, вот, а как, вот это все потому, что вы лично не переживали, вот у вас кто-нибудь из близких умрет, вы будете служить и панихиды там на Пасху, и все что-то. И он рассказывает, потом я тоже думал, а как я буду себя вести, а потом, говорит, у меня умерла мать. И я старался все делать как надо, и когда не надо, не слушал, когда там праздники, праздники, и он говорит, что вот как раз то, как это вот в его жизни случилось, его только утвердил, потому что так правильнее, наверное. А что касается Пасхи, вот еще одну вещь могу сказать, что действительно, какие неуместные бывают возможности смешивания. Вот у нас действительно есть радость, это прекрасный вариант, потому что мы вот неделю находились вообще в этом, таком фаворском ликовании. А то, что может быть неправильно, хотя по идее и вроде бы правильно мотивируемым, но мы же как бы разве хотим сделать эту радость с усопшими? У нас есть такая замечательная традиция ехать по кладбищам на саму Пасху. Есть же такая, то есть, еще недавно, ну в советское еще время, то есть, именно на Пасху пускали бесплатные автобусы, дополнительные линии организовывали, лишь бы люди в храм не шли. Это абсолютно исключительно советская история. То есть, до революции все были чуть более грамотны, всем было понятно, что Пасха, Пасха, а вот есть там, надо дотерпеть неделю, и с усопшими можно успеть по Христосу, собственно говоря, нарадоваться. И, а понятно, что в советское время, да, ну, эту энергию ее совсем уничтожить нельзя, ее нужно как-то возглавить. В голове теперь направить. Поэтому, это просто вот советская такая квазирелигиозность, нужно что-то делать в Пасху, ну, в храм как-то уж совсем кому там, да, сложно, вот, но осталось вот это вот глубоко на каком-то таком генетическом уровне связь Пасхи с Радоницей, и вообще желание разделить какую-то радость, хотя человек, который, да, уже до конца не понимает, о чем вообще праздник Пасхи, что это радость воскресшего Христа, не поэтому, что делиться с общим, но, то есть, у нас, собственно говоря, появляется традиция, когда советская, в том числе, руководство, пытается локализовать эту историю. то есть, у нас появляются вот эти автобусы на Пасху, именно на саму Пасху, так, так, вот просто есть многие другие принадлежности, кто-то изучает историю 20 века, там, Хрущевский, Брежневский, у нас появляется, вдруг, именно в основном, в 20 веке становится таким четким ощущением, что именно какая-то, какая-то православная традиция, это купание в Крещальный, в Крещенской. Хотя, там, еще почитающие писали в конце 19 века, не рекомендовали, считали, что это вот, ну, либо те, кто гадают все святки, а потом идут очищаться, там куча своих была, тараканов, своей бытовой магии, но тут, как бы, люди в храм не ходили, а вот вместо, это тоже для них поступок, поют на Пасху, на кладбище, в Крещение, тоже в храм не пойду, но окунусь в купель. Куличи тоже, как ни кемльфу, прям куличи, куличи, и появляются майские кексы. Это же прекрасная была история. Они появлялись весной и вскоре исчезали. Они как раз вот были с изюмом, это вот та самая ромовая баба, это самые майские кексы, о чем мы говорили, вот не классический кулич плотный, который был из муки, он, конечно, был таким праздничным, домашним артосом, который мы видим на открытках, а вот это вот, более воздушное, вот это вот паутинное такое тесто, да, и пропитанное чем-то, майские кексы называлось в советское время. Такой просто айфемизм такой. Ну, то, что апрель, начало мая всегда Пасха, и потом их пекли, а потом их почти переставали в продаже, то есть потом не увидишь. Поэтому вот эти все автобусы на Пасху, майские кексы, и купания в крещальные купели, такие как бы около церковные вещи стали для многих настолько важны, что сейчас приходится немножко говорить людям, что всему свое время, что на Пасху нужно идти в храм, и можно с живыми потом дома разделить эту радость. Ну, и тут через неделю буквально всего-то дотерпеть, если кому-то очень... Вот. Хотя, опять-таки, мы же просто понимаем, мы же без фанатизма. Когда мы что-то критикуем, ну, то есть ситуация, когда погост рядом прямо с храмом. Можно же выйти и пропеть Христос воскресе на могилу? Я думаю, что даже нужно. А если, я знаю прекрасную историю, у нас есть храмы, где люди похоронены за алтарем прям. Ну, как бы тут во время крестного ухода ты мимо идешь. Не сказать Христос воскресе, ну, там Вознесенский собор, там Андрей Андреевич Савин похоронен, да, не священник, и рядом отец Сенгыч. Что они пойдут крестным ходом мимо Вознесенского собора не похристосуются, но это когда... А ехать куда-то за три-дведь земель, разгребать листву, в адскую место того, чтобы быть в храме, да, и все остальное. Поэтому здесь всему свое время то же самое касательно устава, да, мы панихиды не служим, не на светлой, даже не на страстной мы их, собственно, толком не служим, потому что там другие в центре нашего внимания. Ох, отец Максим, к сожалению, три минуты остается для нашей передачи. Как вас так все время происходит? Да, и мы в очередной раз многое осталось за скобками нашего обсуждения. Мне бы очень, конечно, хотелось еще и про саму структуру панихиды. Ну, это, может быть, мы привяжемся к какому-то поминальному дню другому, потому что это долгий разговор. Ну, слава Богу, мы живем в одном городе и друг от друга недалеко, и в этой передаче мы встречаемся достаточно часто, поэтому обязательно, конечно, мы еще не раз эти вещи обсудим. Единственное, может быть, подводя итог, мне кажется очень важным, исходя из всего того, что вы сегодня поведали, рассказали, мне кажется очень важно для наших телезрителей подчеркнуть очень какое-то трезвое с одной стороны, с другой стороны, без экзистенциального ужаса отношение к смерти. То есть, ну, помыслить себе, там, не знаю, приход на кладбище, когда ты на этой могиле можешь разделить трапезу, вообще-то в трезвом уме очень сложно. Если только у тебя мозги, условно говоря, и сознание уже не перепрошиты пасхальной той самой радостью, что вообще-то все, как бы, вещи достаточно нормальные и естественные, и смерть, условно говоря, стала как-то инкорпорирована в опыт жизни, она стала частью жизни. Частью нашей земной какой-то плоскости стала в том числе и вертикаль, вот это вот восходящее до неба. И мне кажется, вот тот факт, что мы можем в панихиде, а завтра все наши, ну, верующие телезрители, христиане, которые нас смотрят, пойдут на службу в храм и будут участвовать в пении панихиды, они обратят внимание, что оно вообще-то построено в диалоговом таком жанре, когда, с одной стороны, мы молимся, просим, обращаясь к Богу о прощении грехов и там и так далее, но и есть атрибуты такого обращения как будто бы усопших оттуда к нам, когда мы молимся зрячими, обезгласными, бездыханно предрежащими. Есть целый ряд текстов и другие топори в кануне, где вот от первого лица, да. В общем, удивительно, что церковь формирует пасхальное пространство общения с тем миром. Вот, наверное, на этом мы поставим многоточие. Еще раз, Христос воскресе, с праздником Пасхи, Отец Максим, с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Пусть ваша молитва будет осмысленной, глубокой, неповерхностной и содержательной. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова